Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск-Лайф. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Если поднялась температура после прививки, бить его не устают. Заболеть от самой прививки невозможно. Это совсем не больно. Как борется с родителями, которые выступают против прививок? Человечество ликвидировало натуральную оспу только благодаря вакцинации. Прививки – это безопасность не только наших детей, но и окружающих деток. В начале следующего года медики прогнозируют подъем заболеваемости гриппом и ОРИ. Для чего подвергать себя риску кому-то, если можно предупредить это заболевание? В Беларуси зафиксировано уже свыше 160 случаев заболеваемости корью. Как обстоят дела с этим вирусом Бабруиск? У нас в основном завозные случаи. Если едет человек в автобусе, и потом у него подтверждается заболевание корью. Все люди, которые находились в автобусе, считаются колдарными. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. По решению Минздрава вакцинация против гриппа продлена до конца декабря. Как оцениваете эпицитуацию в Бабруиске? Активно ли прививаются горожане? Что касается заболеваемости гриппом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно заболевает порядка 1 миллиарда человек. Из них около 8 миллионов человек заболевает сложными осложненными формами. И от 290 тысяч до 650 тысяч ежегодно умирает. Вроде такая простая инфекция, а какие бывают плачевные исходы. Что касаемо заболеваемости гриппом по городу Бабруиску. 47-й неделе календарной мы фиксируем повышение уровня заболеваемости, как оно и прогнозировалось. И в принципе у нас еженедельно мы мониторируем ситуацию по острым респираторным инфекциям. У нас прирост составляет порядка 13% в предыдущей неделе. То есть заболеваемость растет. Наибольший вклад в заболеваемость на сегодняшний день это дети. Порядка 58% от всех случаев заболеваний зафиксированных. По иммунизации против гриппа. Это очень важная тема. И вакцинироваться необходимо. Я попытаюсь пояснить по каким причинам. То есть на сегодня в городе Бабруиске уже прошло вакцинацию порядка 20% населения. Но не только по городу Бабруиску, но и по всему Бабруискому региону, включая Бабруиский район. Почему это важно? То есть я уже озвучивал цифры в начале, что иногда этот вирус приводит к очень серьезным последствиям. Вплоть до смертельных исходов. И 650 тысяч человек в год это на самом деле очень большая цифра. О позиции людей, которые не вакцинируются, не дают вакцинировать своих детей, мне не совсем понятно. Но опять же говорю, что 20% населения мы уже привили, медицинские работники. Никаких каких-то тяжелых форм, тяжелых последствий после проведенной иммунизации зафиксировано не было. Потому что каждый случай тяжелой реакции подлежит специальному расследованию. Таких случаев не было. Это из плюсов, да? Второй момент. Вакцины используются у нас инактивированные. На сегодняшний день для иммунизации населения используются 4 вакцины, которые есть в городе Бабруиске. Это вакцины для профилактики гриппа. Это Грипп Пол Плюс, Инфлюак и Ваксигрип Тетра. Это вакцины импортного производства и прививаются ими на платной основе. Две последние, которые я озвучил. Вакцинный состав специально подобран под тем вирусом, с которыми мы планируем встречаться. Это вирус H1N1 группы А, это вирусы гриппа В. То есть человек, который привит, у него появляется иммунитет. И не факт, что он не заболеет. Сто процентная гарантия от того, что человек не заболеет, нет. Но вместе с тем эффективность вакцины порядка 80%. Еще в сторону за вакцинацией, если так говорить, это самый дешевый способ специфической профилактики. Потому что профилактика у нас может быть специфическая и есть общая. Вот как мы стараемся не заболеть, и как мы себя ведем, принимаем те же витамины, ведем здоровый образ жизни, стараемся не переохлаждаться. В данном случае это специфическое направлено для того, чтобы не заболеть конкретной инфекцией. Кто должен проходить иммунизацию в первую очередь? В первую очередь это лица, которые подвержены большему риску. Для кого опасен этот вирус? Первая категория – это лица старше 65 лет. Вторая категория – это дети до 5 лет, у которых еще иммунная система не сформирована в полном объеме. Она только идет в процесс становления иммунной системы. И зачастую для маленьких детей этот вирус может быть очень опасен. Затем лица, у которых имеются хронические заболевания. При возникновении любого инфекционного заболевания, хронические заболевания могут обостряться. И течение их может ухудшаться. Следующая позиция – это люди, которые работают и задействованы в системе жизнеобеспечения. Это наши службы ЖКХ, это наши медицинские работники. Медработники – это группа риска, которая подвержена самому заболеванию, потому что они имеют контакт с заболевшим населением. Ну и дальше, если уже так раскладывать, чтобы это было логично, это лица, которые имеют большой контакт, если так правильно будет выразиться, с другими людьми. Это и наши продавцы, это наши педагоги, то есть те, которые по роду своей работы имеют большое количество контактов с другими людьми. И для этих людей это очень важно. По детям. Я озвучивал, что две трети оболевших, чуть меньше, это составляют дети. Соответственно, и прививать это часть населения необходимо, потому что дети у нас находятся в организованных коллективах. И если один заболевший приходит, то, соответственно, могут заболеть и другие, если у них нет иммунной защиты. А как борется с родителями, которые выступают против прививок? Ну, с родителями бороться не надо. Родителям надо просто, наверное, объяснять, чтобы они понимали, что я пытаюсь сделать. Всегда при принятии какого-то решения надо взвешивать все плюсы и минусы. Какие минусы мы имеем от вакцинации, если так рассуждать? Ну, я, в принципе, таких явных и видных я не нахожу. Ну, кроме того, что прививка – это страшно, да, то есть, ну, как бы укол. Сам факт укола, да. Да, сам факт укола. А по остальным позициям, еще раз повторю, что каких-либо осложнений, сложных реакций нету. Заболеть от самой прививки невозможно. Вот тут же такое мнение, что вот я привился и сразу же после этого заболел. Но если вакцина инактивирована, она не содержит живого вируса. Есть определенный там антигенный состав ее. Каким образом можно заболеть, если там вируса нету? Никаким. Другой момент, когда решение уже принято на более поздних сроках, когда уже, возможно, проконтактировалось с заболевшим, иммунитет же не может сформироваться за один день. На это необходимо определенное время, это может быть, ну, в среднем от двух недель и больше, для того, чтобы сформировался иммунитет после прививки. То есть, если поднялась температура после прививки… Такие реакции могут быть, да, то есть, ну, опять же говорю, это не является какой-то тяжелой реакцией. Может быть, какое-то ухудшение состояния связано со своим, ну, каким-то состоянием здоровья, ну, иным, да, с каким-то определенным иммунным ответом. Но это же не само заболевание, это не грипп. Заболеть от самой прививки невозможно. Еще раз на этом обращаю внимание. Вот, что касаемо родителей, которые отказываются от иммунизации, ну, это же речь не только про грипп, но и про другие прививки. Смертельно опасные в том числе. В том числе смертельно опасные, то в данном случае таких родителей просто не понимаю, да. То есть, есть определенный прогресс у нас, да. То есть, мы достигли много уровней, живем в 21 веке, а по факту мы откатываемся в те времена, когда этого не было, нельзя было себя защитить с какой-либо инфекцией. Ведь человечество ликвидировало натуральную оспу только благодаря вакцинации. Только благодаря вакцинации, потому что это был единственный надежный способ для того, чтобы человек не заболел. Ну, хотя и в то время были тоже противники вакцинации. Хотя чаще всего это, извините за сленг, за такую фразу, на уровне сарафанного радио. Вот у меня там кто-то заболел. Если уточнять более точно, так кто тебе такое сказал? Вот кто вам такое сказал, что вот он после прививки сразу взял, там заболел, там. И начинаются там какие-то непонятные рассказы, там какая-то троюродная бабушка двоюродной сестры. Ну, по факту основывается на уровне каких-то сплетен и не совсем объективной информации. Это неправильно. Ну, тем паче еще в Конституции Республики Беларусь определено право и обязанность родителей воспитывать и сохранять здоровье своего ребенка. То есть это заложено в основном законе Республики Беларусь. Это требование. А по факту, мало того, что он делает хуже своему ребенку, но он еще не думает о других людях. Потому что, опять же, я говорю, что очень важно создавать иммунную прослойку для того, чтобы сохранить коллективный иммунитет. Чем больше людей привито, тем меньше людей заболеет. И вот эти лица, для которых это заболевание опасно, ну, я уже озвучивал 65 лет и старше, да, вот зачастую же бывает так, что в одной квартире проживает семья, да, и дедушки, и бабушки, и дети с родителями. Ну, имеется в виду маленькие дети, родители этих деток вместе. И получается так, что если взрослый человек, у которого иммунитет сформирован, физически крепкий, не имеет каких-то хронических заболеваний, может перенести спокойное заболевание это, то он принесет эту болезнь себе в дом. И могут заболеть более пожилые люди, либо те же детки. Понимаете? И по детям то же самое. То есть верный способ защитить себя, сходить, сделать прививку. Ну, конечно. Ну, по крайней мере, из плюсов и из минусов, вот мы с вами обсуждаем. Несопоставимы. Несопоставимы. И для чего подвергать себя риску какому-то, да, то есть если можно предупредить это заболевание. Ну, или, по крайней мере, защитить себя от каких-то опасных проявлений этого заболевания, да, каких-то осложнений этого заболевания. Уже в начале следующего года медики прогнозируют подъем заболеваемости гриппом и ОРИ. Как, кроме вакцинации, может быть, подготовить свой организм? Ну, да, вот, кстати, вернусь еще к вакцинации. Вакцинации мы начали с вами общение с того, что продлина до Нового года, и сделать это необходимо. Основной подъем заболеваемости планируется, ну, как планируется, предполагается, что он будет. Прогнозируется. Прогнозируется. В конце января, начале февраля. И продлиться он может до марта месяца включительно. Что еще вызывает настороженность, это циркуляция нескольких возбудителей. К сожалению, коронавирусная инфекция никуда не исчезла. Люди по-прежнему заболевают. Форма немножко проще, но, тем не менее, количество пневмоний сейчас тоже, вирусных пневмоний увеличивается. Опять же, связанная с большим количеством всех респираторных инфекций, ну, и циркуляции данного вируса. И еще третья инфекция, которая может внести очень серьезный вклад, это риносенциальная инфекция. Эросвирус, как называемый, как его называют медработники. Неспецифические меры профилактики, как и для других инфекционных заболеваний, они будут связаны с несколькими направлениями. Ну, первое, это, наверное, очень важно, как для любой инфекции, это соблюдение правил личной гигиены. То есть пришли с улицы, помыли ручки сразу, посетили санузел, помыли ручки сразу. Мыть теплой водой, желательно, не менее минуты с мылом. И тогда уже мы сокращаем это количество тех микроорганизмов, которые попадают к нам на руки. В том числе и вирусов, и бактерий. Следующая позиция. При проветривании мы увеличиваем количество кислорода, которое поступает к нам с улицы. И как бы разбавляем количество вот этих вот патогенных агентов, которые могут быть у нас в воздухе. Проведение влажной уборки в квартире. Очень важно тоже, да, своевременное. Затем правила респираторного этикета. То есть если человек заболел, он представляет опасность для других людей. Чихать в локоть, как говорится, да. То есть использовать при... Если кто-то из близких заболел, использовать маски в домашних условиях. И изболевшему, и тех людей, которые помогают ему. Ну, что-то слово обслуживают не совсем правильно, наверное, да. Но, которые находятся с ним рядом и помогают ему преодолеть заболевания. Затем прием тех же витаминов. Потребление свежих овощей и фруктов. Все это очень важный фактор. Ну и, конечно, вредные привычки. Чем их меньше будет, тем лучше у нас будет иммунитет. Про проветривание, кстати, вы очень хорошо сказали. Есть просто категория людей, которые говорят, не открывай окно, я там заболею. Ну, то есть почему-то бытует в народе такое мнение, что как только открывается окно, сразу же человек может простудиться. Ну, простудиться может, да. Но здесь же нельзя допускать сквозняков. То есть проветривать же можно с одной, ну, если двухстороннее расположение здания, да, то есть в две стороны открыли с одной стороны, потом с другой стороны. Не обязательно так открыть настежь, да, то есть можно приоткрыть на микропроветривание. Сейчас же окна немножко более современно уже позволяют это сделать. Форточку приоткрыть не целиком, но хоть немножко, чтобы все же воздух поступал. Да, то есть это правильно. Режимы проветривания также есть и утверждены даже, да, то есть на университет. Ну, на армативных правовых актов это регулируется и в учреждениях образования, в учреждениях здравоохранения. То есть на перерывах в школах тоже проветривают. В детских садах при отсутствии детей, да, ну, чтобы на них не выступало, тоже проветриваются помещения. То есть, ну, все это есть, все это важно. Отлично. А в Беларуси зафиксировано уже свыше 160 случаев заболеваемости корью. Как обстоят дела с этим вирусом в Абруске? На сегодняшний день, на самом деле, по информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 14 декабря было зарегистрировано 160 случаев коревой инфекции. По городу Бобруйску у нас последние случаи были зарегистрированы в 2019 году. Пока мы, эта инфекция обходит нас стороной. Хотя наблюдение за контактными лицами у нас было и в этом году. То есть люди, которые контактировали с заболевшим корью. Корь тоже заболевание инфекционное, вирусное. И обладает очень высокой контагиозностью. То есть, если заболевший корью попадает в коллектив людей, у которых нет иммунитета к этой инфекции, то может заболеть порядка 16-18 человек. Представляете, такая вот контагиозность высокая у данного вируса. Это способы профилактики. Но опять те же, которые для всех респираторных вирусов общие и средства специфической профилактики. Иммунизация против коревой инфекции включена в национальный календарь прививок. Прививки делают деткам в один год и в 6 лет. По взрослым немножко у нас тяжелее. В ситуации не все знают свой иммунный статус. Для того, чтобы его проверить, надо обратиться в Организацию здравоохранения лечебную сеть. Уточнить, возможно, будут отметки о проведенных прививках ранее. Либо есть возможность определения титра антител. Титр антител, скорее всего, процедура будет проводиться на платной основе. Но данные по вашим прививкам, которые вы делали, будут в вашей карточке внесены. По информации Министерства здравоохранения, приобретена уже вакцина Priorix, в том числе, которая включает в себя и противокоревой компонент. Сейчас вакцина проходит контроль качества и потом будут уже применяться для населения вакцин. Хватит всем, кому это будет необходимо. То есть, если что, можно не переживать ситуацию под контролем вакцины? Конечно. Ситуация находится над постоянным контролем. И тут, честно говоря, в рамках работы нашей службы получается... Ну, представляете, у нас в основном завозные случаи. Если едет человек в автобусе, и потом у него подтверждается заболевание корио, все люди, которые находились в автобусе, считаются контактными. Надо отточнить их иммунный статус. Необходимо установить за ними медицинское наблюдение в течение 21 дня. Представляете, то есть, как бы вот этот период времени, когда человек может еще проявить свое заболевание. И оно контролируется с интернерной педагогической службы республики по каждому случаю корио. То есть, антролируются и контактные лица, которые были, ну, проконтактировались с заболевшим. Ну, и сами заболевшие, само собой, изолируются и проходят лечение. Все серьезно? Конечно. Ежегодная вакцинация – самый глобальный и эффективный способ борьбы с инфекциями. В первую очередь, за уколом иммунитета ждут детей от 6 месяцев до 3 лет, людей с хроническими заболеваниями, беременных, пожилых, а также работников здравоохранения. Прививка – это забота не только о себе, но и об окружающих. Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в регистратуру. Далее пациента направляют в отделение профилактики два кабинета номер 103 и номер 106, где проводится осмотр врача. И далее пациент идет в прививочный кабинет и получает вакцину. Коварные инфекции способны нанести серьезный удар по здоровью. И чтобы ответ организма был сильнее, за уколом стоит поторопиться. Для формирования иммунитета необходимо три недели. До прогнозируемого пика заболеваемости есть время. Атака вирусов ожидается с января по март 2024. Также допускается совместное применение вакцин против гриппа и ковида. Интервально прививки делают с перерывом в две недели. Здорово, что продлили вакцинацию до конца года, потому что я раньше не успел прийти. В итоге могу это сделать сейчас. Привиться, как мне сообщили, можно и от гриппа, и от ковида. Быстро, все за один раз можно сделать. Удобно. Вакцинироваться, конечно, нужно. Вообще все прививки делаем. И деткам с самого детства. Поэтому мы за прививки, за то, чтобы не болеть. Укус комарика и никаких слез, только радость на лицах мамочек. В детских поликлиниках малышей прививают с шести месяцев. До трех лет препарат вводится двукратно с интервалом в 28 дней. После единожды. Сохраняется иммунитет на протяжении года. Да, можно. И главное, чтобы ребенок в этот момент был здоров. То есть, если он, допустим, переболел, у него была какая-то простуда, мы дожидаемся две недели после момента заболевания. И мы можем прививать как и от ковида, так и от гриппа. Детская вакцинация – это, конечно, в первую очередь необходимость для каждого родителя. Поэтому я рекомендую всех маленьких детей прививать, делать прививки, чтобы обезопасить от разных болезней, поднять иммунитет. Здоровье малыша – это, конечно, самое ценное. Это только в наших руках делать эти прививки для того, чтобы поддерживать их здоровье. Планово вакцинируемся, потому что, в первую очередь, прививки – это безопасность не только наших детей, но и окружающих деток. Мне сегодня делают прививку – это совсем не больно. С заботой о людях со всеми удобствами. Для тех, у кого не хватает времени сходить в поликлинику, работает специальный пункт вакцинации. В торговом центре на 50 лет в ЛКСМ 33 с 10 до 19 часов каждый желающий может получить заряд иммунитета. Квалифицированные специалисты в считанные минуты проводят обязательный осмотр и делают укол здоровья. Ввиду того, что еще не настолько мы наблюдаем пики заболеваемости, главным санитарным врачом Республики Беларусь была продлена вакцинация против гриппа до 1 января 2024 года. Поэтому у всех есть возможность прийти и привиться. Вакцинация – огромный шаг к иммунитету, но не гарантия предотвращения заболевания. Прививка позволит перенести грипп или ковид в легкой форме, без каких-либо осложнений. Но не менее важная составляющая здоровья – это правильный образ жизни. Тем временем в Китае ситуация только накаляется. Там идет борьба с новой угрозой – микоплазменной пневмонией. Вирус-мутант ежедневно приводит к госпитализации порядка 7 тысяч человек и распространяется в мировых масштабах. В Поднебесной опять введен масочный режим. Если иммунитет есть, для вируса плохо, для человека хорошо. Возвращаясь к коронавирусной инфекции и к 2020 году, что в тот момент происходило за дверьми Центра гигиены эпидемиологии? Как справлялись с новыми и новыми случаями? Было нелегко, это мягко говоря. Отдел эпидемиологии расположен на втором этаже в Центре гигиены эпидемиологии. И, честно говоря, уже уже алкоголь. Как Центр гигиены эпидемиологии оценивает качество уборки снега и проведения противогололедных мероприятий? Лопата стоит на балконе, всегда ожидается его часа. Выхожу, тот же снег спокойно убираю. Проблемы тут никакой нет. Дмитрий Николаевич, Вы руководите Центром вот уже 8 лет. Как за это время изменилось отношение людей к своему здоровью? Если мы его потеряли, то восстановить его очень тяжело. Со стороны государства делается все возможное. Человеку остается только желание вести здоровый образ жизни. Конечно, тот же пилатес, либо йога. Становится сложно записаться. Возвращаясь к коронавирусной инфекции и к 2020 году, для обычных белорусов заболеть на то время ковидом, я помню, как мы тоже испытывали это время, то есть мы очень боялись, обычные горожане. Что в тот момент происходило за дверьми Центра гигиены эпидемиологии? Как справлялись с новыми и новыми случаями? Было нелегко, это мягко говоря. Потому что особенно первые случаи заболевания, с учетом летальности первых форм заболевания, потому что коронавирусная инфекция уже претерпела много изменений, и модификации, первоначальный штамм был очень патогенный, было много осложнений, было проблем. И нормативные документы, которые на тот момент действовали, предполагали очень большой объем работы. То есть выявлялся случай заболевания. Тоже проводилось эпидемиологическое расследование по каждому случаю. Определялись контакты первого уровня, второго уровня. Контакты первого уровня тоже входили на больничный лист. Самоизоляция. Да. Были моменты самоизоляции. Это совместная работа и с органами исполнительной власти, и с органами внутренних дел. Когда мы проверяли, как самоизоляция выполняется, находится человек дома, либо нет. Притом с применением разных способов. И выезжали на место. Ну и УМВД там есть свои способы, как они могли проверять, где находится человек. Ну, работа-то была очень кропотливой. И когда случаев количество нарастало, конечно, нагрузка была очень большая. Потому что я говорю, что каждый случай отдельный, да, рассматривался под микроскопом, что называется, если так уже скажу. Потому что было много работы. И у нас отдел эпидемиологии расположен на втором этаже, в центре ген-эпидемиологии. И, честно говоря, я уже уже алкоголь. И вы представьте себе, что каждый обзванивает, уточняет контакты. Потом надо эту информацию передать в учреждение здравоохранения нашим коллегам лечебной сети, для того, чтобы те же больничные повыписывали, для того, чтобы людей этих своевременно отстранить. И тем самым прервать эту цепочку распространения заболеваемости. И, в принципе, я говорю, что надо отдать должное и с сотрудниками нашим, которые, даже будучи сами на больничном, находясь дома, они эту работу не останавливали. Потому что остановишься, что-то не успеем сделать, заболевание пойдет дальше. И на больничном, и считайте, что и выходных так толком не было. То есть и постоянно эта работа с заболевшими людьми, обзвон, уточнение многих-многих-многих моментов. И где находился, и как мог заболеть от кого. Ну, очень серьезная работа была. Опять же, благодаря вакцинации удалось избежать дальнейшего распространения? Конечно, вакцинация сыграла очень большую роль. И когда вирус проходит через организм, у человека, у которого есть уже иммунитет, он ослабляется. А когда наоборот, то есть чем ниже иммунитет, чем он слабее, тем вирус приобретает все более и более патогенные свойства. Да, то есть, ну, новые патогены, он становится более агрессивный. Поэтому, если иммунитет есть, для вируса плохо, для человека хорошо. Ну, и наоборот, да, иммунитета нету, для вируса хорошо, и он сил набирается, что называется, может с новыми силами приступить к заражению новых и новых людей. Сейчас же можно по-прежнему сделать прививку от коронавируса? Да, 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 по-прежнему. Вакцины имеются в поликлиниках, то есть можно обратиться в любую поликлинику по месту жительства и после проведения осмотра врачом сделать прививку, как и против гриппа. Что касается профилактики ВИЧ, какое внимание государство уделяет этой сфере и какая обстановка у нас по Вобрусскому? В Республике Беларусь уделяется большое внимание в ВИЧ-инфекции. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции включены в государственную программу «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы. Ну, какие именно мероприятия туда включены? Ну, первый момент — это лечение уже лиц, у которых выявлено само заболевание. Применяется антиретровирусная терапия, и все эти препараты пациенты получают бесплатно. Следующая позиция — это направлено на прекращение вертикального пути передачи вируса. Что это имеется в виду? Это передача вируса от матери ребенку. То есть на сегодняшний день, с учетом проведения антиретровирусной терапии и использованием заменителей грудного молока, даже ВИЧ-инфицированная женщина может родить здорового ребенка. То есть он здоров, и вируса у него не будет. По количеству случаев заболевания. За 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 56 новых случаев заболевания. 78% от этих случаев заболевания произошло. Заболевание связано с половым путем передачи. Остальные путем употребления инъекционных наркотиков. То есть это тоже большая проблема. Что касается общего количества заболевших зарегистрированных на территории угла города, это 834 случая с момента наблюдения. То есть с первых случаев регистрации. Как часто и кому нужно проходить тест на ВИЧ? Ну, это определено нормативными документами Министерства здравоохранения. В обязательном порядке обследования на ВИЧ подлежат беременные. Это доноры, это в обязательном порядке. То есть это лица, которым оказывается какая-либо хирургическая помощь. Ну, и иные категории граждан. Помимо этого, обследоваться можно и самостоятельно. Теперь это все упростилось. Тесты на определение ВИЧ-инфекции продаются в аптеках нашего города. То есть если был какой-то контакт, незащищенный, половой, ну, мало ли как-то случилось так, и человек не уверен в своем партнере, то можно спокойно, анонимно пойти купить тесты и обследоваться. Там даже кровь сдавать не надо, тесты. Система работает по слюне. Помимо этого, обследование на ВИЧ-инфекцию можно провести в лечебной сети нашего города. Как Центр гигиенной эпидемиологии оценивает качество уборки снега и проведение противогололедных мероприятий? Сейчас потеплело, но до этого вся страна боролась со снежной стихией. Обследовали мы территории города, на нарушения выявлялись. У нас было более 200 нарушений выявлено. В адрес субъектов хозяйств направлялись и письма требований об устранении, и нарушений, и рекомендации, и предписания, в зависимости от вида надзорного мероприятия. Коммунальные службы старались, может быть, нигде не сразу все успевали, но очень большой объем работы тоже был выполнен, с учетом того, что и объем снега был очень большой. Ну и также предприятия подключались к уборке снега. То есть, руководитель каждого предприятия организовывал уборку непосредственно на территориях своих предприятий. Ну и гражданам не надо оставаться в стороне, если уже снегопад такой вышел, то выйти с лопаты, хотя бы почистить то место, где ты ставишь, собственно, автомобиль, это необходимость. То есть, ну, честно скажу, сам регулярно это практикую, и вокруг, там, где ставлю свой автомобиль, да и около подъезда, если там уже снегом ломело, проблемы нету, лопата стоит на балконе, всегда ожидается его часа, выхожу, и тот же снег спокойно убираю. Проблемы тут никакой нету, да, то есть, наоборот, физически немножко подвигаться, это хорошо. Подышать свежим воздухом. Подышать свежим воздухом, да. Сети даже челленджи, может быть, свидетельный челлендж даже был запущен, где призывали горожан выйти и помочь коммунальным службам. Хорошо, что сегодня собой представляет Центр гиены эпидемиологии, сколько трудится человек, и расскажите, какие оказываются услуги. Вообще, годом создания санитарно-желудочной службы в городе Бавровська принято считать 1930 год. Ну, раньше это было маленькое строение, да, то есть, где работало, по факту, всего два человека. Потом постепенно система здравоохранения и система непосредственно санитарно-желудочной службы менялась, и на сегодняшний день это уже современное учреждение. У нас работает 36 врачей, имеющих категорию, и 75 средних медицинских работников. Ну, и иные специалисты, которые обеспечивают работу нашего учреждения. За последние годы проведена большая работа по укреплению материально-технической базы. Опять же, в период появления коронавирусной инфекции, благодаря взаимодействию с органами экспонатной власти, у нас, что называется, с нуля построили лабораторию для исследований на коронавирусную инфекцию. Благодаря поддержке Главного управления по здравоохранению нашего областного центра генной эпидемиологии обеспечили необходимым оборудованием. То есть, и сегодня вот эти современные методы исследования используются в нашей практике. Но, помимо коронавирусной инфекции, с этого года мы освоили исследование, ПЦР-исследование на клещевые инфекции. Но мы не исследуем кровь, исследуем самого клеща. То есть, если необходимо, если у человека есть какие-то подозрения, противопоказания к приему антибиотиков, то есть, можно с такой услугой к нам обращаться. Ну, и помимо этого, выполняется целый спектр различных медицинских услов. Да, это исследование на дисбактериоз и на выявление какой-либо патогенной флоры из кишечника и так далее. То есть, ну, спектр довольно большой. Лабораторное исследование питьевой воды, продуктов питания, почвы, атмосферного воздуха. То есть, спектр очень широкий. Работы хватает? Работы хватает, конечно. Дмитрий Николаевич, вы руководите центром вот уже 8 лет. А как за это время изменилось отношение людей к своему здоровью? Можем ли мы сказать, что оно изменилось? Можно сказать, что оно изменилось. Скажу со своей стороны, что я вижу, какие изменения произошли. Ну, первый момент. Количество учреждений, в котором люди занимаются физической культурой и спортом, у нас стало намного больше. За вот, за последние десятилетия, если так говорить. Постоянно открываются новые спортивные площадки, новые спортивные сооружения. Появляются новые бассейны, наши школы новые, пример тому, 34-35 школы. И количество людей, которым создается возможность в занятиях спорта, становится все больше и больше. Помимо этого, если уже говорить так, ну, не хотят ходить в спортивный зал, ну, появляется большое количество наших пешеходных и велосипедных дорожек. Да, то есть в этом году очень много было сделано в городе Бобруське в плане обустройства пешеходных дорожек, да, то есть и велосипедных. Да, все мы это говорили. Вся улица Минская, вся улица Социалистическая. Сейчас можно пройти от нашего санатория до нашей пешеходной зоны рынка пешком по хорошему тротуару, что очень приятно и для гостей города, и для самих бобруйчан. Вся улица Минская, да, то есть улица Урицкого, ну, и много других же моментов. Почему еще делаю такие выводы, что людей, которые стали уделять больше внимания своему здоровью, стало больше. Мы каждый год берем интервью, ну, и проводим соцопрос у нашего населения. И все больше людей подтверждает, что у них уже нету этой гиподинамии, что они ведут активный образ жизни, что они больше стали двигаться. За эти годы у нас реализовывался еще ряд профилактических проектов. Один из самых крупных проектов, он у нас реализовывался с 2016 по 2019 год. Это Бобруйск, здоровый город, физкультурный город. Вот за это время мы оценивали, опять же, увеличение продолжительности тех же велосипедных дорожек, которое увеличилось, ну, не то что там, в разы, в десятки раз. Помимо этого реализуется еще ряд профилактических проектов. Вот на сегодняшний день, их восемь, в которых мы принимаем активное участие, предприятия и организация города Бобруйска, и наше учреждение здравоохранения. Все эти проекты направлены на разные целевые группы. То есть у нас есть профилактические проекты для детей, которые обучаются в школе, это слагаемое здоровье, где им даются азы здорового образа жизни. Есть профилактический проект для лиц уже взрослого, взрослого, серьезного, то есть возраста уже старше 65, да, то есть и для лиц, которые работают на предприятиях. И эти проводимые мероприятия тоже дают свой эффект. Что касаемо, как это оценивается, как это работает. Ежегодно мы проводим анкетирование жителей города Бобруйска. Это проводится и в рамках проведения профилактических акций, в рамках каких-то мероприятий, которые проводятся. Это и день города, и иные значимые мероприятия. Вот за последние годы количество творящих у нас сократилось. То есть по последним опросам будет 28,3% горожан. То есть количество людей, у которых малая физическая нагрузка или физически пассивный выборчан, стало 12,9%. То есть эта цифра уменьшилась существенно за последние 10 лет. То есть со стороны государства делается все возможное, от человека остается только желание вести здоровый образ жизни. Да, конечно. И опять же говорю, тут очень важно роль органов исполнительной власти в этой работе. Потому что очень много всего делается для людей. Зачастую бывает так, что на некоторые виды активного отдыха либо спортивных мероприятий, тот же пилатес, либо йога, становится сложно записаться. Потому что уже группа наполнена, много желающих. И это хорошо. Это еще раз говорит о том, что люди стали задумываться о своем здоровье. Потому что, в принципе, это самое ценное, что у нас есть. Если мы его потеряли, то установить его очень тяжело. А вот профилактировать можно и нужно. Потому что 50% нашего здоровья зависит от нашего образа жизни. Продолжение следует...